вы болезненно реагируете на критику или вы стараетесь какой-то утилитарный аспект то есть вот понять что именно имеется ввиду и обдумать это и как-то использовать или вы у вас есть авторитеты и только они имеют любую критику любую крику даже исходящую от мамы а мама человек априори которой позволено все все равно воспринимаешь болезненно все равно это тебя ранит вопрос другой как ты к этому потом относишься правильно да но и как вся мудрость в этом когда вот говорят люди чем не не дорого и интересная как бы они меня там не обидели или наоборот не вознесли все равно я потом подвергаю анализу сказанные но это люди из цеха должны быть это даже должны быть люди которые понимают родители лет спрашиваю людям из цеха надо относиться очень и очень осторожно а вот так вот то есть вы считаете что может быть зависть может быть специально какие-то вбросы да потому что я вам так скажу оценка коллег по работе это далеко не самые правдивые оценки много ну а профессиональная критика не знаю там разлогов там и прочее они они вовлечены вы тоже считаете в какие-то интриги или нет но не знаю я не так хорошо знаком с критиками непосредственно у вас когда-нибудь обижала что-нибудь вот вы читали отзыв какой-то и вам казалось что это не заблуждение допустим чек или не искренняя оценка результат каких-то обижали лет нет могут ради бога к могут подвергать критики если это аргументировано и если это имеет под собой определенную мотивацию ради бога плохо когда просто обижают просто говорят гадости пишут я там не про себя вообще когда пишут например если как как какой-нибудь критик пишет и это актриса которая должна играть такую красавицу вышла со своими кривыми ногами на сцену ну хочется ударить ему по лицу потому что какой ты имеешь права не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24